Несмотря на снегопады, управляющие компании должны содержать дворы в порядке. Да и о круглогодичных обязанностях забывать им не стоит. Впрочем, не у всех это получается. Комиссия по благоустройству в очередном рейде. Сотрудники администрации ГУСАТНТЕХНОДЗОРа проверяют, как обстоят дела во дворах. Сели управляющие компании работают на совесть. Объектом внимания становится в том числе район Зонария, который обслуживает одноименная управляющая компания. Мы берем добродел, берем обращения и жалобы граждан. И там, где наиболее проблемные места, мы туда, как правило, выезжаем. Во время рейда комиссия объезжает сразу несколько зонарских адресов. В протокол вносятся все обнаруженные нарушения. На Большой профсоюзной в районе домов 3, 5, 7, 7, не расчищены и не посыпаны песко-соляной смесью дорожки. Настеж распахнута сломанная дверь. Тепло из дома уходит. С дома на другой стороне свисают сосульки. На Энгельса 33, 13 заметены снегом ступеньки у подъезда. У дома 18-1 переполнена урна. По нескольким адресам, как попало, заполнены информационные щиты. Получается, раз нет графика уборки, то и самой уборки нет. Предусмотрена административная ответственность за нарушение законодательства Московской области. Наказание от предупреждения до штрафа, достаточно внушительного штрафа. Еще один объект внимания комиссии катки. При наличии устойчивого мороза их должны залить к выходным. Времени осталось мало. Сегодня похвалиться хорошим льдом могут стадионы, а вот управляющие компании только в процессе. Среди тех, кто исполнил постановление главы городского округа о подготовке и эксплуатации катков, например, жилищник, дети уже опробуют площадку. В числе тех, кому следует поторопиться, вновь за нарез ЖКХ. После долгой раскачки управляющая компания все же начала готовить лед на бригадной 4 и дальней 8. И хочется верить, что дело до конца все же доведут на радость местной детворе. Только вот напрашивается вопрос. Если элементарные правила ухода за подконтрольной территорией компания соблюсти не может, то что уж говорить о ледовой площадке.